Карамское шоссе «Орелстроиндустрия» предприятие выпускает сборные железобетонные конструкции для строительства и изделия крупнопанельного домостроения. В перспективах модернизация производства. Андрей Клычков поблагодарил руководство компании за результаты и серьезный подход к работе. Задачи и планы общерегионального масштаба после обсуждались с коллективом. Если мы будем выходить минимум на 500 тысяч квадратных метров, вот это, наверное, будет такой первый старт, который нужно вести раньше. Потому что наукой доказано, одно рабочее место в строительной отрасли дает от 8 до 15 рабочих мест во всех остальных отраслях. И действительно, у нас сельское хозяйство показывает хорошие результаты, промышленности есть свои плюсы, но без стройки мы не создадим ни дополнительную инфраструктуру, не будет возможности покупать. Сейчас в Орловском регионе реализуется ряд губернаторских программ, направленных на улучшение качества жизни, увеличение объемов строительства и доступности жилья, создание благоустроенной и комфортной городской среды среди задач. Ответственный застройщик, участник этой программы, получает земельный участок в аренду без проведения торгов. Чтобы без торгов получить земельный участок на конкурсной основе, нужно не менее 10% жилья предоставить для социальных нужд. И здесь решение проблемы аварийных домов, решение проблемы очередников. Глава региона ответил на вопросы заводчан. Счастливый отец новорожденных тройняшек спросил о поддержке молодых и многодетных семей. Мы запустили сейчас проработку, подготовку программы «Молодая семья». Государственная программа, по моей инициативе депутатами мы докладывали, там есть несколько аспектов. Во-первых, это земельные участки. У нас, к сожалению, есть проблемы, потому что очередь долгие годы не двигалась вообще никак. Но даже движение по очереди, по предоставлению земельных участков молодым семьям, оно не имеет перспективы, если к земельному участку не подведена инфраструктура. Ну, далее вам в поле шесть соток, стройте там, что хотите. Ну, построите его дома. У вас там ни газа, ни электричества, ни тепла, ничего не будет, и дороги нет. Потому что сейчас по ряду районов, где эта программа уже идет хорошо, видно, что как только подключаешь коммуникации, тут же начинается строительство. Не спеша, спокойно, в рамках своих возможностей, там, кто-то кредит берет, кто-то свои деньги строит, но дома возводятся. Что касается городских территорий, в первую очередь, большие объемы стройки – это город. Все мы понимаем, но вот то, о чем я и говорил. У нас с вами только в городе, в областном центре, 150 аварийных домов. Эта проблема есть. И там тоже живут и многодетные, и социально незащищенные люди живут. И вторая категория очередь – те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Если мы сейчас запустим первый проект, который запускается у нас возле Академии ФСО, там граница квартальной застройки, то мы получаем сразу возможность, ну, не менее 10%, а это даже если от 100 тысяч квадратных метров, 10% – это уже квартиры, которые мы можем и очередникам, и переселенцам. Ну, соответственно, каждый дом будет иметь свои 10%, минимум 10%, которые будут идти на предоставление улучшения, для возможности улучшения жилищных условий. Гамма – еще один пункт рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Клычкова. Чулочно-насоченную продукцию предприятия знают более чем в 70 регионах России и ближнего зарубежья. По официальным данным, история фабрики началась в 1934 году. Тогда это был небольшой цех и несколько рабочих, сегодня сотни. В месяц мы производим где-то полтора миллиона пар, можем два миллиона производить, если надо будет, можем и три, но для этого какое-то время нужно будет, чтобы разогнаться. Среди тем беседы с главой региона – вопросы, которые волнуют большинство орловчан. Состояние улиц и дорог, транспорт, реконструкция центра Орла, меры поддержки предприятий. Речь шла и об отраслевых проблемах, борьба с контрафактом и подделками. В помощь губернаторская программа «Реальные инвестиции». Если какие-то у вас конкретные предложения есть по линии фронт-орга, по линии заработной платы и снижения налогового времени, давайте с удовольствием. По отраслевую плату в полном объеме все, что есть, я готов поддержать. О приоритетных программах и проектах шла речь во время встречи Андрея Клычкова с руководством МОГУ имени Тургенева. Пытаемся пробить инициативу размещения в области кампуса среднепрофессионального образования. С президентом была встреча, а резолюция получена проработать. С министром промышленности Монтуром тоже согласовали, с министром тогда образования, сейчас уже просвещение Ольги Юрьевны Васильевны тоже проговорили. Согласно и с точки зрения географии, и с точки зрения целесообразности процесса и удешевления стройки самой. Остался последний визит к премьер-министру. Думаю, что в ближайшее время эта встреча состоится, и это будет один из вопросов. Новости есть у главного вуза области. Университет примет в свои ряды гимназистов, финиширует конкурсный отбор для десятиклассников. Наталья Пехтерева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.